Дорогие, доброе утро! Мы с вами сегодня прочитаем кусочек, который идет дальше. Галатам 1 глава с 11 стиха по 14 стих. Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа. Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал церковь Божию и опустошал его, и преуспевал в иудействе более многих сверстников, вроде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. Вот такой кусочек сегодня у нас. Дорогие, нам сложно из-за того, что нам трудно представить всю ситуацию, которая была там в то время у апостола Павла. Что происходило с этими людьми, с этими христианами? Ну давайте мы представим примерно так. Апостол Павел проповедует Иисуса Христа, Его смерть, Его заместительную жертву. И эти язычники, они принимают, они принимают это, эту весть, и они верят, они теперь оправданы, теперь они искуплены, теперь они стали Божьими детьми. Это Евангелие апостола Павла. Ну вот новое Евангелие, которое принесли другие люди. Нет, нет, не все, не все, не все, не все. Вы должны еще исполнить законы, законы Моисея. Вы должны исполнить и обряды, которые есть в иудействе. Вы должны стать и евреями, и иудеями. А дальше, а дальше вы радуетесь в Иисусе Христе. И апостол Павел пишет, нет, это неправильная Евангелие. Это не пойдет. И знаете, вот первое, о чем он пишет, о чем мы прочитали, Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое. Нет, не просто посидели апостол Павел с Варнавой или Силой и решили, вот этот проект будет хороший. Мы вот так будем проповедовать язычникам. Нет, это Бог так придумал. Это его оправдание. Это путь его к сердцу человека. И апостол Павел не может по-другому. И он дальше говорит, что лично он получил не от человека, а через откровение. Как апостолу Иисуса Христа Бог дает ему это откровение, как он должен проповедовать. И он не может по-другому. Бог говорит ему. Это его апостольство. Дорогие, в то время я себе думаю, когда люди решили или проповедовали так, они думают, или я думаю, что они так решили, или так думали, что вот это как раз оптимальный вариант. И иудеям неплохо, они не обижены. И язычники не за бортом. И вот они нашли что-то такое, какой-то мишинг такой нашли, что вот так пойдет для язычников. Но нет, Бог решает. Бог решает как? И Христос, и точка, и все. И дальше апостол Павел рассказывает. Рассказывает, как он стал апостолом, как Бог призвал его. И я думаю еще, для чего он рассказывает? Чтобы показать этим христианам, как будучи ревнителем всех этих обрядов, он жестоко гонит церковь. Он давит, давит, он идет против Иисуса Христа. И теперь, выступая или прибавляя к Евангелию еще что-то, они идут тоже против Иисуса Христа. Они делают давление только уже снутри, из самой церкви. Дорогие, что мы можем сегодня взять? О чем мы можем сегодня порадоваться с вами? Я думаю, что это Евангелие. Это то, как Бог нас оправдал. В том, что Он сделал для того, чтобы мы были спасены, были Его детьми. Это проект неземной. Не просто мы поголосовали, так больше людей думают, вот так, вот так лучше. Нет, Евангелие это Бог, это Его проект. И нужен был тот, кто не из нас, чтобы спасти нас. И очень важно, чтобы мы не сделали вот этот плюс. Я оправдан Христом, да, но, но и своими потугами, но и то, что у меня получилось чего-то добиться. Я неплохо стараюсь. Я оправдан Христом и точка. Христос моя жизнь и точка. Вот о чем говорит послание Галатан. Дорогие, я себе представляю такую ситуацию, если бы меня спас человек. Может быть, меня вытащили с огня. И знаете, если бы я как-то преуменьшал, преуменьшал вот ту роль, которую сделали, сделал спаситель. Да я тоже же старался. Я же вроде где-то и крикнул. Или еще, ну, человек, рискуя жизнью, дал мне жизнь. Но представьте, если бы человек, не рискуя жизнью, а своей жизнью спас. А мне так просто еще добавить, да, я ж покаялся. Я, о, Христос что-то делал, да, но я делаю. Дорогие, Евангелие это Христос. Это только Его благодать. И этому мы можем радоваться. И это надежно. И это крепко. Дорогие, я хотел бы, чтобы мы сегодня порадовались тому, что это нечеловеческое. И нет, и невозможно поменять что-то. И оно стоит твердо. И это Христос. И Христос и точка. Давайте помолимся. Боже, мы славим Тебя. Как это приятно понимать, что Ты нас оправдал в себе, в своей смерти, в своем, в своем, Господе, искуплении, или в своем пришествии на эту землю. Спасибо Тебе, что, Господи, это твердо, это надежно. Господи, помоги мне полагаться на это, радоваться этому. Жить Тобою, Христос, Господи. Пусть, Господи, Ты будешь каждый день в моей жизни. Вокруг Тебя строится моя жизнь. Я прошу, благослови нас, как церковь, во имя Иисуса. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok